Если Господь не содержит дома, напрасно трудятся строящие его. Вы прекрасно знаете этот псалом, он написан Соломоном, это песня восхождения Соломона. И в общем-то там описывается строение храма Соломона. В этом совете он посвящен как в основном этому. Но с чего начинает Соломон говорить? Он говорит, если Господь не содержит дома, напрасно трудятся строящие его. Вы знаете, насколько это правильно по отношению к церкви вообще? Ну, это правильно по отношению к нашим с вами домам, к нашим с вами семьям, но это правильно и по отношению к церковной семье. История показывает, что церковь, которая строится не так, как ее хочет видеть Бог, в конце концов строящие церковь работали напрасно, потому что она или полностью разваливается, или она мутирует до неузнаваемости, и становится совершенно не тем. То есть маленькое отклонение нам с долю градусов в самом начале, через сотни лет ты оказываешься в совсем другом месте. Если нам кажется, что на самом деле успеха в создании церкви и в работе церкви нет, стоит бы оставить вопрос о том, правильно ли мы действуем, и строим ли мы именно то, что Бог хочет, чтобы мы строили, или мы строим что-то по-другому. Потому что если делаем то, что хочет, чтобы делал Бог, то Бог будет с нами, и тогда успех будет обязательно. Сегодня я хотел бы с вами рассмотреть эти моменты и понять, какой в общем-то Христос собирается видеть свою церковь, какой она должна быть. Когда мы открываем Матвея 16 главу, Матвея 16 главу, 18 стих, один из ключевых стихов для церкви Христа. Там Христос говорит Петру, что «Я создам свою церковь, и врата ада не одолеют ее». Я хочу обратить ваше внимание здесь на два момента. Во-первых, на то, как здесь Христос создает свою церковь, потому что вы это не увидите в русском переводе, но вы это увидите в церкви оригинала. И второе, почему Христос говорит про «врата ада не одолеют ее». Когда-то, давно я когда читал, мне казалось, что это такой поэтический такой оборот. На самом деле это нечто более конкретное. Итак, «врата». Что такое «ворота города»? Понятно, что имеется в виду не футбольные ворота здесь, а ворота города. И что в древних городах находилось в воротах? Вы все хорошо знаете. Там находилось судилище, там сидели судьи, старейшины. Говоря современным языком, то есть сидели представители властей, парламент, как угодно это называйте, парламентская собрания, то есть люди, наделенные властью в городе или в стране, которые принимают решения, важные для всего общества, политические и социальные решения. И когда Иисус говорит, что «врата ада не одолеют», он имеет в виду именно это, а он имеет в виду власть в обществе, власть социальную и власть политическую, которую ад имеет в этом обществе. Вы живете в Нижнем Государстве? Значит, в вашей стране власть в руках ада. Не только в вашей стране, практически везде. И Иисус говорит, что против этого я поставлю свою церковь. И если она будет такой, какой я ее создаю, то «врата ада» не будут одолевать. А теперь давайте обратим внимание на то, как вы, собственно, называете свою церковь. Интересно, откуда происходит слово «церковь». Вы посмотрите, русское слово «церковь» или английское «черчь» или немецкое «кирхе». У них у всех на самом деле один и тот же «корий», который происходит от греческого слова «кюряхан», которое от слова «кюрес» – «господь». То есть, это, вот это отражение «он», оно означает храм кого-то. «Кюряхан» означает храм Господа. И понятно, что это греческое слово, оно означает именно строение. Хотя мы с вами обычно говорим, что церковь и строение – это собрание людей. Мы правы, потому что в Новом Завете, да и Верховом тоже, то есть в Библии, вы нигде не встретите слово «кюряхан» вообще. То, что переводят обычно как «церковь», там стоит в Новом Завете совершенно другое слово. В греческом языке стоит слово «экклесия», которое имеет совершенно другое значение. Слово «кюряхан», я вам повторяю, в Новом Завете, в греческом языке, вы нигде этого слова не встретите. Это слово было закреплено в церкви потом, когда церковь победилась с государством, и правительство хотело иметь власть над церковью, а правительство не может иметь свою власть просто над собранием людей. Правительство имеет свою власть над строениями, и поэтому они подменили одно понятие на другое. И даже когда создавался первый перевод в Библии на английский язык, хотели слово «экклесия» перевести правильно, как «assembly», то есть собрание, а король английский, как король Джеймс, он сказал «нет, будем применять слово «church», чтобы подчеркнуть все это строение, потому что король имеет власть над строениями, но не может иметь власть над произвольными собраниями людей. Итак, сатана подменяет одни понятия по-другие. Теперь давайте посмотрим. Я уже сказал, что слово «экклесия», которое прегурирует в Библии, означает «собрание». Но какое именно собрание? Древнегреческий язык, даже уличный древнегреческий язык, Койнер, на котором написано «Новый Завет», он очень богатый. В отношении всего, что касается и философии, и жизни общества, и политики, он особенно богатый, и в нем есть очень много разных слов, для того, чтобы обозначить «собрание». Одно из этих слов взяли на вооружение евреи, потому что слово «синагога» — это тоже греческое слово, которое означает «религиозное собрание». Синагога, оно хорошо подходило бы. Оно хорошо подходило бы для того, что имел в виду Христос. Он же имел в виду религиозное собрание. Но Христос не сказал «синагога». И не сказал не только для того, чтобы почерпнуть разницу от Иударитма. В этом есть еще смысл. Или посмотрите, другое греческое слово. «Заседание». То есть, когда люди садятся, в месяц он «заседание», что-то решает. «Синедрии». Отсюда «синедрион», да? То есть, тоже его взяли евреи на вооружение. Это слово для своего религиозного руководящего собрания. И Иисус и это слово не применил. Если бы Иисус имел в виду бы учения религиозного, то он бы применил слово «аэси». Вы это слово хорошо знаете, потому что от него произошло негативное слово «ересь». Но изначально Иисус не имел негативного оттенка. Она имеет означать просто «учение». Сейчас, если религиозное учение. Но Иисус не это слово применил. Он сказал «экклесия». Он сказал совсем другое. Если бы Иисус имел в виду религиозное течение, деноминацию религиозную, Иисус бы применил слово «кинония», греческое слово, которое означает «религиозная деноминация». Но Иисус не применил это слово. Он имел в виду другое. Он не имел в виду религиозное течение. Он не имел в виду «кинония». Если бы, как вы уже сказали, там уже много раз в самом деле слов, если бы он имел в виду, вот смотри, он мог еще применять слово симпозиум. Сейчас это слово обычно научный аттенант имеет, но изначально греческое слово симпозиум, это означало собрание друзей вокруг стола, то есть вместе там покушать, обсудить какие-то дела. Мы знаем, что в общем-то оно подходило, потому что в книге Деяния апостолов пишут, что они собирались вместе и вокруг стола в основном, в приваблении хлеба, в совместном изучении слова. То есть слово симпозиум могло бы там подходить, но Иисус сказал экклесия, и весь Новый Завет применяет слово экклесия. Почему? Слово экклесия в древнегреческом языке обозначалось, вы сейчас быть выживленным, совершенно удивительно, это собрание. Это парламент, это ассамблея парламентская, это правящий орган в городе. То есть, да, и вы его встречаете на самом деле, допустим, в книге Деяния апостолов в 19 главе, где вы помните, апостолы когда пришли в ФС и начали проповедовать, и их люди схватили и устремились на собрание, чтобы их судить. И там правитель говорит, что если они что-то плохо совершили, то на это и есть собрание. Вот там и применяется слово экклесия. То есть, экклесия – это орган власти. Происходит оно от слова греческого «эк», что означает направление движения «из», и «кале», что означает призывать. Английское слово «hold», родственное этому греческому «кале», то есть призванные «из», то есть это люди, которые избираются обществом в парламент для того, чтобы решать политические, экономические и социальные вопросы города, страны, которые их избирают. И Иисус говорит, что я поставлю свое экклесия для того, чтобы врата Анда не одолевали. Получается, что он здесь совершенно конкретно говорит о том, что я поставлю свой орган власти, который будет обладать властью в стране, для того, чтобы этой страной не было власти сатаны. Получается, что когда Иисус говорит о том, что я создаю церковь, он имеет в виду не просто закрытое сообщество людей, которые будут собираться для того, чтобы молиться и изучать Библию. Но сообщество, целью которой, да, они молятся, они изучают Библию, но и целью является активное участие в жизни страны, в которой они находятся, для того, чтобы над этой страной сатана не мог применять свое активное участие. И когда церковь не справляется со своей функцией, во-первых, это уже бывает не та церковь, которую Бог строит, а тогда напрасно трудятся строящие ее, а во-вторых, тогда в этой стране атмосфера меняется, она становится более врачной, в духовном отношении, как вы понимаете. Итак, Иисус поставил перед нами такую цель. И я знаю, что он пришел на землю, прожил здесь и умер. Не для того, чтобы мы собираемся в кружках, обсуждая то, какие мы молодцы, какой этот мир вокруг нас плохой, но для того, чтобы мы завоевывали этот мир для него. Иисус когда-то избрал Абраама, мы сегодня говорили это на пасовском классе, он прошел великие империи Египета, Болеона, Осирии, ради этого пастуха в пустыне, потому что, как он сказал, от Абраама точно произойдет великий народ, и он научит свое потомство после себя, познанию Бога, и через него остальные народы начнут обращаться. И Господь хочет иметь свое экклесие в этом мире. Именно для этого. В сожалению, очень многие современные цели очень похожи на вокзал. Не знаю, вы понимаете, то есть мы все понимаем, что мы умрем через какое-то время, и в общем-то наша цель это попасть в Бог. И цель в таком случае походит на вокзал, где сидят люди, которые ждут, когда они уехали. Я не знаю, вы когда-нибудь думали о том, хотите уехать быстро, не хотите? Я не знаю, но... Это очень важно! И цель церкви не уехать. Не зайти вокруг. Цель церкви – поработать здесь на земле. Потому что если целью церкви было бы уехать, то Бог бы ее просто быстро забрал. Вот и все. И в общем-то к этому ведут очень многие тоталитарные секты, которые собирают людей, потом закрываются здания и поджигаются. Что бы я? Но Иисус говорит, что... Помните, обращается к Отцу? Я не молю тебя о том, что ты забрал их из этого мира, но для того, чтобы они находились в этом мире, были свободны от греха. Зачем они должны находиться в этом мире? Здесь есть некоторая аналогия. Если позволите, я приведу такую кухонную аналогию. И чтобы было понятно, какого типа бывают церкви. И, кстати говоря, все, что касается собраний людей, касается отдельно взятого индивидуума, когда он в местном обществе. Вот представьте себе, кастрюлю с кипящей водой, и мы бросаем в него картофель. И она там, сколько-то минут, сестры знают, сколько она там варится в кипящей воде. Что происходит с картофелью? Она разваривается. То есть она становится мягкая, рассыпчатая, она пропитывается водой извне. То есть есть церкви или люди, которые в мире подвержены именно такому типу влиянию. То есть в них это проникает, и они разваливаются. То есть они были твердые, и стали мягкие. Так скажем, был твердый, и стал мягким. Он подвержен, что он влияет. Есть прямая противоположность, которую почему-то многие считают, что это хорошо. В одном яйцо, бросим в ту же кастрюлю. Оно варится, варится, оно не разваривается. Даже наоборот, оно становится крепче. То есть оно было поужидкое такое, оно становится крепкое, крутое. Оно окружено хорошей скорой упой, которая его сохраняет. Но это не то, что Бог хочет. Потому что в водах, в которой она варилась, как она была вода, так она и осталась. То есть мир не изменился от того, что в нем такая церковь находится. Да, церковь стала крепче. Но она, как была тоже в струбе, так и осталась. Ничего, никакого движения. Есть нечто другое. И когда я иду, не знаю, допустим, просто пример, это можно. Копейные зерна. Вы бросаете копящую воду? Что с ними происходит? Они не растворяются. Они остаются зернами, но они меняют воду, в которой они варятся. Вода меняется, она приобретает другой цвет, другой запах, другой вкус. Она становится уже не водой. Она становится скольной. То есть они преображают окружающую их среду по тому, какие они сами. Божья церковь находится в этом обществе для того, чтобы менять, общество вокруг себя в подобии такой церкви. И церковь, в общем-то, растет именно таким образом. К сожалению, очень часто общины подобны бывают, ну, особенно это тоже плохо очень, но и очень плохо, если они в скорлупе. Нету никакого прогресса и никакой даже перспективы роста. Это тоже одна из ложей, лжей сатаны, который подменил понятие. Дело в том, что мы очень часто, к сожалению, в церкви говорим о том, как защищать нашу веру. Библия нигде не говорит о том, чтобы мы защищали нашу веру. Заметьте. Значит, можно найти в Библии о том, что церковь должна защищать свою веру, о том, что человек, Божий, находящийся в людском обществе, должен защищать свою веру. Библия говорит о наступательном движении, об агрессии, если можно, о том, что церковь должна быть проактивной, и о том, что мы не просто защищаться должны, мы должны наступать и завоевывать для Бога. Церковь признана именно к этому. Сатана, подменяя понятие, добился того, что церковь из активной перешла в состояние защиты. И церковь сейчас во многих странах находится в состоянии защиты. Как бы сохранить свои устои, свои правила, свои традиции. В то же время церковь, в общем-то, должна развиваться и достигать большего и горизонтально, и вертикально. Интересно, что это касается и взаимодействия с другими религиозными течениями, динаминациями. Мы очень часто говорим о том, что с этими не общайся, с тем не общайся. Правильно? Бывает такое. То есть, там, эти вот неправильно проповедуют, эти неправильно молятся. Лена Муай в XIX веке говорила о том, что мы должны проповедовать в других церквях. Знаете, нашел вот такое выражение? То есть, в других церквях, в других религинациях, а в других религиям, там есть, что им сказать, там есть, чем поделиться. Мы должны проповедовать. А это означает, естественно, контакт. Это означает создание связей определенных. Это означает то, что нет вот этой скорлупы. Потому что церковь, она должна быть более активной. Наверное, желание забраться в скорлупу связано только с тем, что люди чувствуют себя недостаточно сильными. И это другая тема. Это вопрос связи людей с Богом. Потому что, когда человек достаточно, когда он с Богом, когда он достаточно силен, ему не нужно бояться и забираться в скорлупу. Но он идет и наступает. И как израильскому народу Бог сказал, что любое место, на которое вступит ваша нога, оно уже ваше. Бог вам дает ту землю, на которую выступает. Римские солдаты говорили, что граница Римской империи там, куда мы должны дотянуться своим копьем. Прошел любое место, и там граница теперь Римская империя. Божья церковь то же самое. Бог задолго до Римской империи сказал это Иисусу Навину. Где вступает ваша нога, там ваша территория. И когда человек на самом деле с Богом, другие религиозные течения не помеха, это наоборот, это может быть благоприятной средой для того, чтобы Божье Слово что-то осветить, что-то подсветить, показывать какие-то моменты, на которые люди не обращали внимания до этого, и преображать их. Хороший пример нерелигиозной, теперь я говорю, политические и общественные жизни показывает Даниил и его товарищи. Вот представьте себе, они находятся в Гавионе, они пленники, да, они учатся в школе для пленных, но они все равно пленники. И царь выдает указ о том, что истребить всех мудрецов, потому что там, министров, его советников, и всех из этого типа людей, потому что те не смогли разгадать его сны. Даниилу с товарищем о чем-то спрашивал. Ничего не спрашивал, потому что они еще в школе, да, они еще пацаны. Он говорил из-за своих советников, которые не смогли разгадать его сон, он сказал, что всех мудрецов состребить. В общем-то, Даниил с его товарищами, да, они как-то подпадали тоже, скорее всего, под этот указ, но они здесь имели пассивную роль. Даниил решается идти к царю и разрулить ситуацию. Они с товарищами молятся, потом они идут к царю и принимают обоих на себя, и они говорят, что мы начнем заниматься этой проблемой. Если мы не сможем решить, тогда да, делай как ты хочешь, но если мы сможем решить, тогда, значит, все разрешилось, не надо никого убивать. Церковь, находящаяся в обществе, может решать проблемы, которые царям и обществу не под силу. Бог готов давать своей церкви эту власть, и он ждет от церкви только то, что она принимала этот вызов со стороны мира, принимала, шла на вот этот риск, потому что вы понимаете, что Даниил с товарищами они серьезно рисковали, делая такой вызов, потому что на тот момент Даниил еще не был пророком. У него не было такого опыта ведения, и так далее. Тогда он был обычно верующим парнем, не был еще пророком. Но он принял этот вызов. Быть может, перед многими из нас с вами тоже станет этот вызов. То есть мы находимся в обществе, где могут возникать подобные проблемы. И вы знаете, проблема для неверующих людей это может быть определенного рода возможность для верующих продвинуться вперед. Такое было с Иосифом, с Даниилом, со многими другими людьми. Во многих местах Библии, вот, например, позвание Тимофея во второй главе, в самом начале, говорится, и так прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих. Библия говорит однозначно, и даже я помню, что тот пророчец, который Еремея посылал о пленном Бабионе, он тоже им говорил, что молитесь за города, в которых вы находитесь. Во многих местах Библия говорит о том, что молитесь за правительство. Быть может, мы это делаем. но есть гиблейский принцип, что когда мы молимся за кого-то, мы должны с ними еще и работать. Вам может показаться слишком круто работать с правительством в этой стране, но есть какие-то другие, может быть, уровни, более низкие уровни, те уровни, которые достижимы. Господь не хочет того, чтобы мы закрывались в группе, я еще раз повторю, но вокруг нас существует множество возможностей создавать сеть, нетворк, контактировать с людьми, контактировать с организациями, с правительственными структурами, контактировать с коммерческими структурами, контактировать с религиозными организациями, контактировать просто с серьезными людьми, и средствами массовой информации. В общем-то, это задача каждого члена церкви, и в первую очередь, конечно, ведущих в церкви, для того, чтобы завязывать связи, и эти связи служили бы к тому, чтобы церковь больше воздействовала на все, что находится вокруг нее. Такую церковь начнут знать в обществе, такую церковь начнут уважать в обществе. Быть может, в церкви не все получится, но я уверяю вас, что если церковь начинает действовать так, как Бог задержит, Бог начинает помогать, и Он начинает хвастить те кубики и кирпичи, которые мы с вами подняли в силу. И тогда же строительство лучше продвигается вперед. Я вам хочу привести такой интересный исторический пример. Вторая мировая война. Вторая мировая война. Американская армия наступает с западного фронта на Германию. Военные действия где-то на территории Центральной Франции. И немцы прорвали линию фронта. То есть, ну, американские наступают, немцы прорвали линию фронта. В принципе, серьезной опасности нет. Американцы все равно преобладают численно и так далее. То есть, рано или поздно они ее закроют. Но наступает период дождей. И в этой зоне, я на выход, как называется это место, но в этой зоне, в это время примерно, это был где-то декабрь месяц, начинается период дождей. Снега, сляпки и так далее. Он может длиться один-два месяца. Снега, сляпки и так далее. Вы прорвали дожди. Интересный был ответ капилана, который был сильно верующим человеком. Он не сказал о том, что как это возможно. Он сказал, что а насколько это правильно прекращать дожди для того, чтобы вести более активные военные действия. Это как-то нехорошо. Разгонять тучи, чтобы вы могли отстреливать людей. Генерал объясняет ему, что война все равно идет, люди все равно умирают. То есть, если она будет идти дольше, из-за дождей она будет идти дольше по времени, разрухи и смертей будет больше. Лучше, если мы сразу закроем линию проза, сразу и сомнен, как бы победа приблизится, и на самом деле людей умрет меньше намного. Он убедил капилана, капитан принимает следующее решение. Они печатают в армейской типографии огромное количество открытых. Поздравления на Christmas, на Рождество, потому что речь идет о декабре месяце. Они распространяют сотни тысяч, я не знаю, то есть по всему фронту, по всей армии американской, которая находится на территории края, распространяют эти открытки с молитвой, инструкцией, в приказном порядке. Каждому солдату приказ, каждый день молиться о том, что прекратились дожди. Дожди прекратились через 2-3 дня, после того, как это было проведено. И этот исторический пример служил хорошей иллюстрацией, потом о нем много очень говорили в Америке. То есть церковь может производить вещи, которые цари, тысячи, начальники, общество делать не может. Во время Второй мировой войны был другой случай. Это была одна из стран Северной Европы. Вот я затрудняюсь сказать, что это было. Это было ли Амстердам или Копенгага, там Гитлер, фашистская армия, совершала налеты и бомбежки. И там наоборот, там люди стали весь город, как бы был указ царя, короля, извините, это то ли Гаваня, или то ли Даня. У нас короля, потому что все люди стали молиться о том, чтобы в эти дни были тучи, была мрачная погода пасмурная, чтобы фашисты не могли совершать налеты и бомбежки. В те времена техника была другая, когда действительно очень сильная затуманенность, тучи, самолетов не получается нормально отслеживать объекты и бомбить их. То есть они смогли это сделать. К чему я веду? То есть вызовов в обществе существует большое количество, и в невоенное время тоже. Вызовов в обществе всегда очень много. И Копот хочет, чтобы его церковь в этих условиях показала его силу, его благодать, и через это Бог может дать церкви возможности для роста. В общем-то говоря, исследования, еще вот некоторые моменты, которые я хотел с вами поделиться, исследования, проведенные в Америке, выявили несколько ведущих причин, по которым церкви не растут. Я хотел с вами сейчас пройтись по этому. Но вначале хочу еще закрепить, то, что для того, чтобы Бог помогал строить церковь, она должна строиться такой, какой ее видит Бог. Бог не видит свою церковь в скоропе, в состоянии защиты. Бог видит свою церковь, активной, наступающей, создающей связи со всеми организациями, коммерческими, религиозными, неправительствами, правительствами и так далее. Такое количество людей в мире, создающих связи, участвующих в проблеме общества и активно наступающих по всем фронтам. При этом, естественно, церковь должна работать слаженно, и это ответственность руководства церкви, работать слаженно, молитвенная, молитвенная поддержка, и так, чтобы общество, город, страна, вокруг церкви понимали, откуда это все идет. Что это идет не от самих людей, а от Бога. Но церковь таким образом будет продвигаться вперед и иметь больше успех и больше возможностей. За церковь понимает, что и запреты многие могут сниматься перед церковь в таком случае, потому что на Востоке всегда так ты мне помог, я тебе помогу. Есть несколько причин, которые выявили в Америке о том, почему церкви не растут. Я их буду перечислять не по степени их важности, а просто по ходу повествования. The vision is not clear. Нету достаточно ясного видения. Это легко проверить. Если сейчас просто в церкви спросить, какое наше видение, наша цель на ближайшие полгода, чего достигнуть. Если прозвучать несколько разных мнений, это значит, что нет ясного видения. Потому что видение разрабатывается лидерами церкви вместе со всей общиной и разрабатывается на несколько периодов, скажем, на 5 лет вперед, на 2 года вперед, на год вперед, на полгода вперед, на месяц вперед. Поступить это, что мы хотим выполнять. Интересно то, что когда я бывал на различного рода собраниях, начиная от собрания дивизионов, конференций и так далее, все отчетности, которые делались, отчетности делались о проделанной работе, а не о достигнутых результатах. То есть у меня, кстати, складывается такое впечатление, что в церквях, по-моему, я здесь очень часто видение, это сделать как можно больше работы. На самом деле, видение должно быть всегда ориентировано на результат, на то, чтобы добиться какого-то результата. Вы когда нанимаете мастера с обедома, и когда приходит вопрос расплачиваться с мастером, и он вам начинает говорить о том, как он много трудился, ладно, так и интересно, вам интересно посмотреть, что он сделал. Да? То есть, почему-то очень часто наши работники церквях думают, что они могут перед Богом отчитывать о том, как они много трудились. На самом деле, отчетность перед Богом о том, что ты сделал, что ты принес Богу, то есть достигнутые результаты. Result or Reader, то есть ориентированный на результат, это важный принцип в любом деле, и в бизнесе, и в деле Божьем тоже. нету нужды надрываться и делать то, что не нужно, или надрываться и делать то, что малоэффективно. Соответственно, когда мы выбираем видение для церкви и планируем работу церкви на ближайшее время, ориентированная должна быть на то, что мы достигнем вначале, то есть, чего мы хотим достигнуть в несколько ступеней, а потом от каждого, чего мы хотим достигнуть, надо понять, что нужно для этого сделать. Причем в каждой цели надо стараться прийти меньшим уровнем усилить на самом деле, то есть легче достигнуть этой цели, когда будет больше сил, чтобы больше его достигнуть. Второе, это the focus is on trying to please everyone. Церковь пытается фокусироваться на том, чтобы угодить каждому и угодить всем. Причина на поверхности понятная. Кажется, кажется, что если церковь будет приятна всем и каждому, то, что в нее придет больше людей. На самом деле, это ложь. Во-первых, это ложь, потому что больше людей не придет. Вы знаете, одна из моделей машин Ford создавалась по этому принципу. То есть, журналы Ford, они в разных журналах, они дали объявление, что пришлите нам свои пожелания о том, какой хотели бы вы видеть новую, следующую модель машины. Фирма Ford это распространило. Естественно, вся Америка, Канада прислала миллионы пожеланий, которые собрались в конструкционском бюре Генри Форда. Они это все оценили, вроде бы просели, вроде бы переработали с целью угодить как можно большему количеству людей. Модель, которая сошла с конвейеров в результате этой работы вошла в историю компании Ford как большое поражение на рынке и ее никто не покупал. Они пытались угодить всем, а в результате это была самая неудачная модель, которую они выпустили за 20-й лет. То есть, даже по-мирски, если церковь будет пытаться угодить всем, в результате она никому не понравилась. Но есть и более глубокая причина. У Бога нет цели угодить всем людям. Вы же это понимаете. Бог создает свою церковь не для того, чтобы она всем нравилась. Червония может всем нравиться, а церковь не в этом ее цель. Цель церкви это продвигать Божие дела. И на самом деле, когда мы начинаем пытаться угодить всем, а худших всегда большинство в обществе, то этим мы отгоняем тех людей, которые действительно ищут истину. Замадная церковь в попытке угодить всем быть максимально поликорректными уже дожились до сочетания глушарных браков, до разной такой дряни. Извините. И эта попытка угодить всем. Но я вам уверяю, при этом они не угождают Богу, и в таком случае Бог отступает и перестает работать. И в таком случае это движение или полностью распадается, или оно настолько мутирует, что его потом уже не узнать, и нельзя даже понять, что это был когда-то христианский церковь, а что это когда-то было Божье собрание. То есть ни в коем случае у нас есть критерии истины. И нужно абсолютно четко придерживаться этих критерий и не идти на поводок мира, потому что моды в мире сегодня одни, а завтра другие. Следующее лидерство лидерство без такой страстной посвященности. Это большая проблема церквей по всему миру. Когда руководители церкви, то есть правильно сказать, лидеры церкви выполняют свое служение как работу за зарплату, вместо того, чтобы вести ее как посвященный лидер, который трудится для Бога, с Бога, для того, чтобы продвигать Божье Дело. Первые апостолы, они параллельно еще и работали вместе с тем, что они выполняли апостольское служение часто. Вы знаете, что Павел работал во многих путешествиях, он занимался своим прямым ревеслом, шутил палаток. Первые после реформации пастыры протестантских церквей, да и сейчас тоже во многих местах, приходится из-за того, что нету достаточно финансов у церквей, им приходится и работать и вести служение. То есть, понятно, что служение выполняется не за зарплату, действительно, даже если зарплаты есть. Служение выполняется out of question, то есть, из-за посвященности, из-за того, что человек лично связан с Богом. И даже в мире бизнеса, казалось бы, вот бизнес, что еще есть более прямого связано с деньгами. Любой успешный предприниматель вам выяснит, что если вы делаете какое-то предпринимательство, если вы затеваете какое-то дело, только лишь для того, чтобы заработать, успешными вы не будете. Предпринимательская деятельность может быть успешной только тогда, когда вы ее делаете с желанием изменить жизнь людей и тушьми. То есть, когда у вас цель, понятно, что деньги заработать, да, это есть в любом бизнесе, но, как бы, желание более возвышенное, более возвышенное, есть желание реализации чего-то, почему это так плохо, это можно сделать лучше, можно улучшить этот мир, вот тогда это может только иметь успех. Если это - потоки ресурсов, в самых разных, человеческих, финансовых, временных усилий не так, как это нужно Богу, а потому что совершенно другая домината при этом возникает, и уводит человека, в общем-то, от Бога и от его пути. Следующая проблема – manufacturing energy, то есть когда энергия, которая у людей есть, ее забивают какие-то рутинные процессы, что вот это нужно сделать, и это нужно сделать. Друзья, если программа мертва, церковь должна ее дружно похоронить и двигаться дальше. Если это не работает первый раз, ты можешь попробовать второй раз, внеся какие-то изменения, которые тебе кажется, что нужно сделать, выйти в уроке. Но если это второй раз, третий раз, с этими изменениями не сработало, скорее всего, это надо похоронить и искать что-то другое. К сожалению, церковь переходит к тому, что различные программы, различные виды активности, роды деятельности, то, что церковь делает, начинает закрепляться чуть ли не на уровне библейских заповедей, что это надо обязательно сделать. И вкладывается существующая энергия, существующая посвященность людей в то, что, может быть, 20 лет назад приносило результат, а сейчас уже не приносит, потому что ситуация поменялась. Мы знаем, что меняющая ситуация никак не влияет на библейские основы, но она влияет на те программы, методы служения, тактики и стратегии, которые мы используем. На это, конечно, она влиять будет. Задайся вопросом, если ты организовываешь что-то, скажи, спроси себя, а ты пришел бы на это, если бы ты не был бы обязан это сделать? То есть что-то от этого выносится, если нет, скорее всего, тогда пойми, что люди, которые приходят на это, они приходят, скорее всего, только потому что они обязаны, или потому что у них такой уровень ответственности высокий. Они молодцы, но так этот уровень ответственности высокий, тогда стоит направить в более прогрессивное русло, в какое-то другое. Не знаешь во что, давай соберемся вместе и помолимся, и Бог откроет это, Бог даст мудрости тому или другому, будут разные идеи, и нельзя бояться что-то менять, и когда что-то меняется, нельзя бояться что-то выкидывать. То есть большая проблема ресурсы, энергии, финансы, людей сковывать в каких-то рутинных процессах, которые делаются так, только потому что мы всегда так делали. Если что-то не работает, не бойся это выбросить и заменять чем-то другим, придумывать что-то другое. Естественно, если это не касается Божьей истины, естественно, если это просто какие-то методы. Следующее, и на мой взгляд, самое важное, lack of prayer, недостаток молитвы. Недостаток молитвы это пить, недостаток молитвы это ведущая проблема. Почему церкви не растут вертикально, то есть в направлении к Богу? Почему церкви не углубляются и не приближаются к Богу? И если этого не будет, то, естественно, Бог не будет заботиться о том, чтобы горизонтально выращивать такую общину. Бог не будет приводить своих людей в общину, которые постоянно с каждым днем не становятся ближе к Нему. Потому что целью Бога, чтобы люди были ближе к Нему. И если свой вектор движения не туда, тогда не надейте на то, что Бог будет прицеплять новые вагоны. История Божьего движения полна примеров, когда самые слабые люди в самых неудачных местах, в самых трудных обстоятельствах давали великий, великий урожай. Потому что были связаны с Богом постоянные молитвы. Недостаток молитвы может даже заключаться в том, что мы любое наше дело, любое наше собрание начинаем молитвой и заканчиваем молитвой. Это повелось, это традиция, это принцип, который я вам придерживаю. Но молитва должна наполнять и пропитывать жизнь каждого нигера, каждого служителя, каждого члена общины. Для того, чтобы Бог имел возможность действовать через каждого человека в общине. Для того, чтобы мудрость Божия проникала в общину посредством этого. И Божьи планы открывались перед Церковью, и Церковь могла действовать в соответствии с Божьими планами, а не по своим. Unwillingness to take risks. Нежелание принимать, идти на риски. Нежелание идти на какие-то вещи, которые могут не получиться или могут даже чем-то тебе напредить. Бог никогда на протяжении Библии мы не видим, что Бог призывал людей делать что-то, что было бы абсолютно свободным от риска. Везде, в любом серьезном деле, есть какой-то момент того, что получится совсем не так, или совсем не получится, все рухнет. Этого нельзя бояться. Чем более сложную вещь ты строишь, тем она сложнее, и тем больше вероятности допустить ошибку. Самый большой риск – это пытаться никогда не рисковать. Церковь для всех дел, которые она делает, да, она может столкнуться с агрессией со стороны общества, потому что общество находится, как мы сказали, в борота ада, да? Церковь может столкнуться с агрессией, церковь может столкнуться с неприятностями, и, честно говоря, вы еще не до крови сражались, как об этом пишет апостол. Церковь может столкнуться и с тем, что было во времена Римской империи. и вы знаете, что в последнее время это будет. Если мы здесь, в Азербайджане, боимся того, что болезни арестуют, там побьют и так далее, то в Америке, например, церкви боятся, что на них подадут в суд. То есть там более свободное движение, но это более свободное может обернуться тем, что я был свидетелем того, что наша Бруклинская церковь, допустим, подали в суд, то есть оштрафовали на 18 тысяч долларов, по-моему, потому что в зале сидело больше людей, чем положено по пожарной безопасности. То есть с учетом того, сколько выходов аварийных в случае пожара, есть какой-то стандарт, сколько максимум людей могут сидеть. Пришли, посчитали, сказали слишком много, с вашей штраф. Церковь, нам это кажется безобидным. Ну вы знаете, когда церковь страшует на 18 тысяч долларов и выплатят, это не так уж и безобидно. То есть, ну несмотря на это, церковь должна находиться в этом мире, где против нее бывают разные проблемы. Более агрессивные, менее агрессивные, даже под маской законности. И церковь должна действовать. Любые виды активностей, которые мы применяем, они могут вызвать оскорбления, насмешки, непонимания, лишения друзей, разрыв каких-то контактов. Нельзя этого бояться. Только тогда может быть успех. Как в любом деле, в общем-то. Следующее, дезобидие в скриптах. Наверное, непослушание писания, то есть непослушание, неповиновение тому, что написано в Библии. Наверное, это связано с тем, что нас до этого дотрагивали, в попытку угодить всем и вся. Приходят люди самых разных культур, самых разных багажон жизненного опыта, желаниями и вкусами. И преображение церкви в любом случае должно быть в контексте того, что написано в Библии. Неповиновение писания, неповиновение ясному Божьему Слову приводит к тому, что Бог уже совсем будет по-другому смотреть на это собрание. И не стоит уже рассчитывать на Божью помощь, когда ты не слушаешься того, что Бог о тебе говорит. Selfish attitude – эгоистичная позиция. К сожалению, многие церкви страдают именно из-за того, что люди в церквях не имеют достаточного уровня посвященности и самопожертвования перед друг другом. То есть желание помочь друг другу и желание помочь тем людям, которые находятся вокруг церкви. Потому что, в общем-то, саму церковь Бог вызвал именно для этого. И церковь, она призвана жертвовать собой для того, чтобы завоевывать этот мир. Иисус пришел и пожертвовал собой здесь не для того, чтобы этот мир, не для того, чтобы церковь была полностью оторванная от мира или смотрела на мир просто как на своего врага. То есть служение, оно в любом случае подразумевает самопожертвование. Люди не готовы бывать служить, освещать свое время, свои финансы, свои силы для других людей. Таким образом, люди не видят в церкви тело Христа. И люди, которые ищут Христа, они не влетутся в такой церкви. В заключении всего хотелось напомнить историю, которая произошла с апостолами в самом конце Евангелия. Вы помните последнюю рыбалку апостола? В последний раз, когда они пошли водить рыбу, они сели на лодке, поплыли, они закидывали сети и ничего не могли поймать. И в этот момент на берегу появился Иисус, который им сказал, что забросьте сеть вот с того борта. Они пожали плечами, забросили, и вот столько рыбы, что сети прорывались, они не могли втащить ее. Тогда они поняли, что это Иисус. И Петр даже нуждал воду, поплыл побыстрее на него. Когда он приплыл, написано, что Иисус в этот момент бросил костер, и он уже пек рыбу. Странно, ловили вроде бы они, а он им, да, кэраб сделал. Он пек на костере рыбу, так написано. Вот, и он призвал этих апостолов для того, чтобы они ловили человеков. Рыбалка в данном случае это аллюзия на то служение, которое выполняет Божья церковь, на то служение, которое выполняют Божьи люди, потому что мы стараемся, мы закидываем сети, мы трудимся целую ночь, как они трудились, и нам кажется, что ничего нет. На самом деле, вся рыба у него, она вся подчиняется ему. И для того, чтобы был успех, надо услышать от него, в какой момент и куда закинуть. Быть может, ту же самую сеть, которая всю ночь не работала. Она не работала, потому что ты ее кидал, как ты думаешь. Услышать от него, в какой момент и в какое место ее кинуть, и будет совсем другой результат. Вот в чем реальный ключ преображения. Услышать от него, что, когда, где сделать. Для этого нужно научиться его слушать. Именно это основной ключ. Наверное, это связано с тем пунктом, о котором я говорил, недостаток молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok